доброго времени суток друзья вчера целый день лил дождь и я не дождавшись пока повылазят первые после дождевые грибочки уже поехал в лес потому как не могу сидеть дома сегодня понедельник сами понимаете что это значит но несмотря ни на что даже перспективой промокнуть потому как все деревья очень мокрые на меня постоянно капает я все равно поехал и не зря не зря друзья сейчас покажу почему если вы еще не видите я залез тут в такой уголок куда даже самый людный день никто не лезет потому как я отчаянный грибник смотрите у меня здесь ждет а вот этот вообще супер начнем с него такой посыщенный цвет шляпки как сын мой говорит сочный очень прикольный а вот второй рядышком обкаканный мышкой и слегка подъеденный надеюсь сегодня так и пойдет это мои первенцы не прошло и пяти минут на болотце сегодня просто шикарная погода какой туман с утра стоял и честно говоря я выехал просто насладиться тишиной и приятной атмосферой думаю скоро уже полезут со дня на день маслята белячки сегодня я обязательно проверю наличие этих грибочков пока мы насладимся с вами сбором вот этих красавцев может быть даже за ночью вот настолько подрос потому как он торчит понедельник на таком видном месте ты же посмотрите друзья тропинка что значит дождик прошел как же я люблю такие октябрьские дни когда нет никого когда сыра тихо в лесу и попадаются грибочки молоденькие вот такие головастики мне по лицу то и дело хлыстают мокрые ветки как же это романтично по мокрым штанишкам в резиновые сапожки стекает водичка какая душевная грибалочка но это все ничто по сравнению с этим с этими братиками подосиками вот выйдя на такое более-менее открытое мест местечко мне кроме этих двух касатиков попался еще вот этот вот средних размеров скажем так подосиновичек растущий прямо из-под корней молодой осинки его нога уходит далеко вглубь удалось извлечь фактически всего-всего как приятно быть первым и находить вот этот молоднячок который будет прекрасной закуской на любом празднике в маринованном виде и вот находясь на этой же чудо поляночке в то время когда я уже хотел было уходить показался очередной красноголовичек просто удивляя своей красотой природной и вот стоило мне перевести свой взор под ноги как тут же после моих слов показался еще один подосик о надежде получить комплименты ну вот еще один желающий получить свою порцию комплиментов не знаю будет ли это для тебя комплиментом но какой ты толстенький веселей ребятки вы все просто супер да я просто неуклюжий медведь слепой давно такого красавца я его все равно заберу с тяжелым сердцем хочется загнуть матом вот еще один краше другого ну вот что я говорил друзья действительно один краше другого сейчас я и вас порадую этим видом вот какое яблочко наливное ну-ка этот уже более головатый так тут его братец рядом там еще и батя рядом ну-ка младшенький иди сюда так пока отдохни здесь за батя и лезем очень хорошо спрятался просто мастерски будет тяжело достать не повредим шляпку ты уж не обессудь подносик нога очень длинная есть все таки я тоже мастерски его изулёк вот такой хороший очень радостное событие наконец-то таких размеров у меня есть один правда такую же сейчас их почищу и буду дальше наслаждаться прогулочкой вот и новорожденный малыш захотел отправиться вслед за своими родственниками ко мне в корзинку что же я ребенку откажу извини подосик я нашел матку смотрите и удивляйтесь друзья его нога толще толще моей какой красавец а с каким аппетитным хрустом он выкручивается такой увесистый отличный вот это мой любимый размер моя любимая форма ну и все остальное класс ох на работе куча проблем нервов а здесь так классно я уже наперед наверное себе все залечил вот в такие моменты я стал понимать настоящую суть тихой охоты когда есть только ты и они конечно семьей с друзьями побродить тоже нужно тоже весело но настоящая тихая охота это когда ты остаешься наедине со своими мыслями тяжело извлекуемый пациент должно быть нелегко ему пришлось вылазить из-под этой ветки вот так грибы пропускаются я вот только срезал нужно все время осматриваться оглядываться назад вот хотел вам показать сзади и опять потерял его из вида ага есть вот это сокровище пробивается сквозь мох темный и разлагающиеся листья вот он мой космонавтик может быть кто то из вас его захочет назвать как то по другому то я ваше название применил бы скорее вот этому стою на месте друзья никуда не ухожу и высматриваю смотрите вдалеке вы так сразу и не увидите наверное но там видите красную точку это голова подоса идем же к нему он расположился труднодоступном участке местности даже пока не знаю как бы к нему пролезть выглядит он шикарно полезли же это все усложняется тем что здесь сыро и неприятно браться за ветки мы ведь его не оставим сейчас я попытаюсь занырнуть одной рукой за ним буду грязный и мокрый но это стоит того нет рука не достанет надо навалиться всем телом ну ты выбрал местечко вот и выбрал двумя пальчиками мы его извлекли теперь встать нужно пройдя дальше средь красно-желтых листьев осины можно не заметить такое вот чудо смотрите такое толстое чудо ножка уходит под заводь поваленные веточки а ручка моя интеллигентная не влазит в эту щель поднять не удается но я буду бороться сейчас мы будем подковыривать ножка уходит глубоко он как бы там лежа расположился полу как на шезлонге сынок мой выражается так так получается вот такой вот получился если бы я его срезал был бы он вот такой о стоило мне наклониться как показалось очередное сокровище недавно родившиеся он там еще со своим младшим сейчас мы попытаемся извлечь без него старшего братца но это не получится друзья я уже вижу ну ничего не пропадет в волшебных руках моей матушки и даже этот товарищ станет вкусным продуктом сейчас я залез в эти мокрые кусты и мне очень душевно за шиворот упали холодные капли но мое внимание привлекло нечто красное которое я уже которое чуть ли по своей неосторожности не оставил вот придется вернуться друзья с того ракурса было не видно а там большое множество подосов просто скопление большое множество в количестве один два три четыре пять 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 грибочков но туда тоже тяжело пролезть но туда я по любому буду лезть ибо там стоит старейшина этого селения вон как это мы его оставим так нашел я проход с другой стороны сейчас придется пол леса обходить не стал я подобно вору продираться пойду через парадный вход к ним а во дворец и так я уже близко прятаться нет смысла вы уже друзья были замечены оставим корзинель начнем пожалуй пожалуй начнем с этих двух или же первый пойдет старейшина возраст мы уважаем здесь буду складывать пока вот чита подосиновит наверняка там кто-то живет ну я бесстрашно забираю плоды его сада посмотрите друзья как прекрасно да не знаю передаст ли камера все великолепие выхода из этой обители тут она прям арочкой так конечно здесь на полусогнутых мы идем ведь это царство грибов что-нибудь да и удивляет своей красотой вот например вот например паутинка жаль не видно такую прекрасную работу местного архитектора но зато видно некрасивую работу его учеников ох ты вот оказывается из-под корней кто лезет а вот оказывается кто лезет под корни к нему это я нехило устроился во мхах тепло наверно здесь тебе было ух ты куда ты уходишь глубоко будем тебя расшатывать аки зуб не терпится извлечь аж руки дрожат пошел ох хорош вот вот такие порубок золотое время наступает на болотце чувствую но продлится оно недолго так что нужно успеть захватить момент сейчас попробую достать эти грибы а еще таких грибочков не было чтобы я их не взял только потому что они так глубоко расположились в ветках так что и не рассчитывайте о это два слившихся в поцелуе гриба красавчики но этот цвет невозможно не заметить прямо на дороге какой яркий вот куда идет его ножка ах вот заканчиваю обход болотца которое я именую своим и вот заканчиваю вот эту нашу идиллию только что просто как молния прервала печальная мысль я вспомнил что я не взял шнур для телефона а телефон то уже садится придется сейчас возвращаться в цивилизацию но на этом грибалочка не заканчивается мы сюда сразу же вернемся аж сердце заболело так вот 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 и вот 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 вот